Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим партию чемпиона СССР, гроссмейстера Александра Кандаурова против шашечной компьютерной программы Тундра. Но прежде чем мы перейдем к этой партии, я хочу вам показать возможности компьютерных шашечных программ на примере партии Ворячев против программы гроссмейстер Агафонов. Программа играла черными, ЕД4, ФГ5, ДЕ3, ЖФ6, СБ4, АЖ7. Белые меняются на С5, ну и черные начинают окружать центр белых, ЖХ4. Здесь белые сделали, в принципе, наверное, не сильнейший ход ЕД2, то есть двигается золотая шашка, или как я еще называю ее царская шашка, то есть в дебюте шашку Е1 лучше не сдвигать. Черная игра от ФГ5, белые подтягивают свои шашки ближе к центру, БЦ3, ЖФ6, ЖФ4. Ну и в этой позиции черным, наверное, уже следовало меняться ЕД6 с примерно равной позиции, за счет того, что у белых ослаблено поле Е1. В партии же программа напала, СД6. Ну и белые могли получить большое преимущество, сыграть АБ2. Ну и в этой позиции уже черным надо играть предельно аккуратно. Правильно бить на поле Б6, но здесь у белых все равно большое преимущество, после размена ДЕ5. Бой, бой. Ну и как бы черные здесь не били, белые получают большое преимущество после размена ФГ3. Допустим, сюда, 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 сюда. Ничья еще у черных есть, для этого надо сыграть ЕФ6, а вот остальное уже сомнительно. Ну и обратите внимание, что в этой позиции нельзя было бить на поле Д6. Этот размен уже вообще проигрывает за черных. Белые играют ДЦ3, то есть не дают сыграть АБ6 и, соответственно, ДЦ5. Остается играть только ДЦ7. Тогда белые играют СД2. Ну и здесь у черных есть два хода. На АБ6 белые проводят несложный удар. ФЕ5 и ДЦ5. И попадают на предамочное поле с выигрышем. Если же черные здесь играют ФГ7, тогда белые делают последний выжидательный ход АЖ3. Ну и видите, у черных все шашки с дамочных полей сдвинуты, то есть разменов нет. И за счет этого белые легко побеждают. АБ6, СБ4, БА5, ДЦ3. Ну и на ход АБ6 белые проводят удар. То есть играют ДЕ5, попадают на предамочное поле. Ну и после всех разменов грозят поставить дамку и выиграть. Так что в этой позиции у белых было большое преимущество. Но белые ошиблись в партии и сыграли СБ4. И в этой позиции черные могут провести красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Здесь открою вам секрет. У черных есть даже два выигрыша. Первый комбинационный, второй позиционный. Попробуйте найти хотя бы один. Но будьте осторожны, здесь есть ложный след, в котором побеждают даже белые. Правильно в этой позиции отдать шашку, АЖ3. Затем еще одну, ДЕ5. И сыграть ФЕ5. Вот за счет этой комбинации черные побеждают. То есть видите, сюда бить нельзя, так как черные выигрывают очень много шашек. Допустим, сюда-сюда побили, сюда-сюда. Это окончание за белых безнадежно. Соответственно, приходится бить шашкой Д4 на Ф6. Но тогда черные выигрывают шашку. После всех разменов, видите, у белых шашка Ф6 под ударом, поэтому приходится отходить ФЖ7. Но черные здесь выигрывают таким образом. Играют АКИ7. Стандартный прием. Ну и затем отъедают шашку Ф6. В партии шашист Ворячев сдался. Видите, АСЖ3 играть бесполезно. Потому что после размена, все-таки, 5 шашек черных здесь побеждают против 4 шашек белых. Это первый выигрыш. Второй выигрыш был возможен после жертвы ДЕ5 и нападения ДЦ7. Здесь черные также побеждают. То есть видите, черные пожертвовали шашку и напали сразу же на 3 шашки белых. Поэтому белым приходится закрываться вот таким образом и играть АБ2. Ну и здесь надо найти сложный ход БЦ7. Только он ведет к победе. То есть видите, если белые будут играть на зажим своего левого фланга, черные здесь легко выиграют. После БА3 играем СД6. Ну и допустим на ход СД2 или СБ2, без разницы, играем БА3. У белых нет полезных ходов. То есть на Ж3 мы уже выигрываем шашку. И должны здесь легко победить. После СБ6 побьем назад просто. Также останемся с лишней шашкой и выиграем. Поэтому в этой позиции белые еще сопротивляются. Допустим, вместо БА3 играют БА5. Ну здесь мы проводим удар. Отдаем одну шашку и сразу же 3 забираем. Кроме того, черные, видите, грозят пройти в дамки. Если же белые здесь закрываются, БЦ3, тогда строим колонну. Видите, такой клин с виньей. Играем ЕД6. Ну и после хода белых постановки дамки на поле Б8 проводим еще один удар. Играем ФЖ3. Забираем 3 шашки белых. Ну и затем отъедаем шашку Д4. И этот эндшпиль выигранный за черных. Ну и наконец, ложный след. Смотрите. Переверну доску, чтобы было видно. Кажется, что к победе черных ведет и жертва ДЕ5, и затем можно сыграть ХЖ3. Но здесь эта перестановка неожиданно за черных даже проигрывает. То есть, если белые побьют на Х4, черные снова сыграют ФЕ5 и снова победят. Но в этой позиции, после хода ХЖ3, белые могут провести контр-комбинацию. Можете также поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые бьют на Ф4. Ну и после нападения ДЦ7 проводят контр-комбинацию. Смотрите. Играют ДЦ3. Пропускают черных дамки. Затем жертвуют еще две шашки. И ловят дамку в черных. Проходят на преддамочное поле. И легко побеждают. Такая интересная партия. Ну и наконец, переходим к партии Александра Кандаурова против программы Тундра 2003 года. СД4, ДЕ5, БЦ3, ЕД6. ЕФ4. Разыгран дебют перекресток. То есть, видите, шашки белых и черных. Здесь в центре образуют своего рода, видите, как будто перекресток дорог. Поэтому дебют получил такое название. Черные поменялись на поле С5. Белые играют СБ4. И черные напали ФЖ5. Программа Тундра не сильнейшим образом разыграла дебют. И гроссмейстер Александр Кандауров получил большое преимущество. Смотрите. Б5. Белые выиграли шашку. Черным необходимо ее отыгрывать. Поэтому не играют Б7. Белые играют ДЕ3. И меняются ЖФ4. И выясняется, что у черных очень ослаблен их правый фланг. Черные играют ЖФ6. Белые подтягивают свою отсталую шашку А1 ближе к центру. АБ2. Далее в партии было ФЕ7. Ну и большинство партий заканчиваются таким образом. Белые играют СД2. Черные играют АЖ7. Белые играют БЦ3. И черные здесь еще могут достичь ничьей после размена СБ4. А вот ход ФЕ5 очень красиво выигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Даю подсказку. Белые вначале ставят угрозы черным. А затем проводят комбинацию. Белые здесь играют ЖФ2. Видите, стоит угроза. СД4. Поэтому черным приходится меняться. СБ4. Единственный ход. Белые снова ставят угрозу выиграть шашку Б4 после хода СД4. Черным надо отходить на бортик. Единственный ход. Белые играют ДЦ3. Снова стоит угроза разменяться СБ4. И попасть на преддамочное поле с выигрышем. Поэтому у черных снова единственный ход. Размен на поле Б6. Ну тут уже белые проводят несложный удар. Отдают одну шашку. Затем еще две. Ну и легко побеждают. Такая интересная партия. Ну, Александр Кандауров в этой позиции вместо хода СД2 решил запутать компьютерную программу и сыграл ЕД2. В позиции еще была ничья. Для этого черным надо было сыграть ФЕ5. Но программа сыграла АЖ7. То есть видите, тот же самый ход, что и на ход СД2. Но здесь белые очень красиво выигрывают. Белые жертвуют шашку АБ4. И играют ЕД4. Спасения здесь у черных уже нет. Далее в партии было ФЖ5 ДЕ3. ЖХ4 БЦ3. Ну и на ход ЖФ6 белые меняются СБ4. И хотят пройти в дамки. Поэтому программа еще возвращает шашку. Как-то сопротивляется. Играют ФЖ5. Далее в партии было СД2. Ну и здесь программа сыграла ЕД6. СБ6 также проигрывал. Потому что белые здесь сделали точный ход. ДЕ5. Видите, выясняется, что на ход БА5 белые сыграют ДЦ3. И легко выигрывают. Если БЦ5, просто заходим в любки. И на ход СД4 бьем в дамки. И у черных, видите, нет темпа, чтобы подорвать пункт Е3. Черные здесь проигрывают. Программа еще сопротивляется. В этой позиции играет ЕД6. Белые играют ДЦ3. Но на ход ДЕ7 белые уже грозят пройти в дамки. СБ4. Далее на ход ЕФ6 белые разменялись. ФЦ5. Ну и на ход СБ6 здесь был простой выигрыш. Можно было сыграть СБ4. Ну и все, черным уже здесь некуда ходить. Можно сдаться. В партии Александр Кандауров еще поиздевался над программой. Сыграл ЖФ2. Вроде дает шансы. Но на самом деле здесь у программы шансов нет на ничью. После хода ФЕ5 и размена ЖФ4 Александр Кандауров идет в дамки. Видите, нападать ФЕ3 заходить в литки нельзя, потому что белые поставят дамку. Ну и тут же поймают дамку черных с выигрышем. Поэтому программа играет ФЖ3. Александр отошел. ФЕ3. Ну и на ход ЖФ2 белые ставят дамку на Ф8. То есть видите, черным нельзя ставить дамку, потому что она будет тут же поймана. А на ход ЖФ3 белые после размена получают выигранное окончание. Например, Б5. ФЖ7. Черные ставят дамку. Белые отошли, допустим, на А3. Ну и после хода ЖФ2 ставим вторую дамку. Затем белые проводят шашку С3 в дамке и строят боевые позиции. И побеждают. Кто не знает, как выигрывать в подобных окончаниях, ссылку оставлю в верхнем правом углу. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно. Отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.